Временами, по мере возможностей, я делаю прямой эфир, чтобы общаться с вами, чтобы появилась возможность, у ребят были возможность задавать свои вопросы, получать ответы на свои вопросы, чтобы быть полезны друг другу. Меня часто спрашивают, что делать, то есть как быть и что делать в период понарастающей паники. Сейчас паника везде растет по-разному, разный уровень паники и так далее. Вот в таком формате что делать? Вы знаете, не могу вам сказать, что как будто предвидели я это или нет, но я могу уверенно сказать, что 4 года назад, в 17-18 годах, 5 лет назад, я написал книги «Как стать миллионером территории СНГ». И вот эта книга, что написано «Как стать миллионером территории СНГ», те идеи, которые я там расписал, те стратегии, которые я там расписал, мое видение, которое я там расписал, вот представляете, сейчас они стали самыми актуальными. Как будто это 5-6 лет назад выпущенная книга, сегодня стала такой актуальной, что слова мне предавать. Представляете, я там рассказываю о бизнес-моделах, которые актуальны на территории СНГ. и почему так надо делать. Я там рассказываю очень много горизонтальной линии, и на что надо внимание обратить, откуда и так далее. И знаете, сейчас я смотрю, очень многие компании, айтишники, очень много приехали в Средний Азов с Россией, очень много торговли через Казахстан, через Узбекистан, очень много других видеоуслуг и так далее, и так далее. Все, представляете, вот это. Это очень важно, чтобы сейчас мы все понимали, в каком-то роде наверняка это станет большая волна, большая волна, эта ситуация станет большая волна, для развития бизнеса Средней Азии, очень большая волна в каком-то момент. Но что касается, что делать в этот период паники и так далее, я хочу вам сказать, во все времена, во все времена, были, во всех времен были изменения, были периоды роста рынка, были спад рынка, были постоянно, было, ну вот такое, да. Но только сейчас это стало в ускоренном виде. Просто наши родители привыкли, что после Второй мировой войны как-то была более стабильность. Вот, например, после 50-х годов была какая-то стабильность, поэтому многие наши родители привыкли в эту стабильность и пытаются нам тоже воспитывать в эту стабильность. Мы тоже думали так, но после 90-х годов я ни разу не видел стабильность. Хоть верить или нет, после 90-х годов только рост, потом чуть-чуть спад, потом рост, потом чуть-чуть спад. Каждые 7-летия, циклами, каждые 7-летия, например, в 90-х годах все рухнуло. Помните, все горизонтальные вины, безработница, ЕСО, зарплаты не могли платить, долги и так далее, и так далее, и так далее. Помните, да, в 90-х годах, как все побежали на рынок от того, что ничего было делать, надо было как-то зарабатывать. Потом как-то чуть-чуть, к 98-ми годах как-то чуть-чуть пошло, привыкание, как-то люди начали, кто-то нашел себе, кто-то не нашел себе, как-то вот к 98-ми годах. Потом опять дефолт, потом опять дефолт, это все пошло, опять такое и так далее. Потом 2008 год, до 2000-х годах как-то упорядоченный, потом начали пойти рост, и 2008 году опять кризис и так далее. Потом опять чуть-чуть спад, рост до 2014-2015 год, потом опять спад, кризис и так далее, риски, инфляция, вот такой рост. И эта инфляция не успели мы после 2016-х годов. 2014-2016 год вот такой был. А это что означает? Вот это все усиливает, можно сказать, панику, создавать панику и так далее. Но у меня есть к вам хорошая идея, хорошая идея, которая поможет вам. Меня много спрашивают, как себя вести, как быть, и вот такое состояние рынка такое, состояние вот вообще жизни, куда катиться, на что браться, что делать, что не стоит делать. Огромное количество вопросов мы получаем. Такое, что как быть в такой период, когда везде паники растут. Я буду рассказывать там пять вещей, которые очень-очень важны, и по моим взглядам важны, но они являются необходимым, необходимым из опыта. Видите, я сейчас пример привел в этих годах и так далее, и так далее. Первое, что надо понимать психологически, первое, что надо понимать, изменение неизбежно. Сама по себе вот это все изменение и любой вот это, понарасставший паника вокруг, это ассоциируется с нестабильностью. Поэтому большинство людей психологически они переживают внутри и так далее. Но на самом деле изменение на данном этапе нашей жизни, это стало порядок вещей. Я могу уверенно сказать, что единственное, что будет стабильно теперь, в дальнейшем вашей жизни, единственное, что будет стабильно, это постоянный перемен. Либо теперь нам придется, либо мы научимся адаптироваться, изменять себя, либо вы психологически себе загоняете нервозность и заболеете. Например, если мы посмотрим природу, мы видим, что научные факты есть, что раньше мамонты жили, динозавры жили. Мы же видим, например, если возьмем историю, а почему их нет? Потому что они не могли адаптироваться. Жизнь, она создана таким, он постоянно меняется, и мы должны изменить свое мышление, свою точку зрения, мы должны изменить свой подход, и многие вещи мы должны изменить. Те вещи, которые, например, сто лет назад актуальными, необходимыми, сейчас в современном мире и кто-то их читает абсурдом, кто-то их читает, что ненужным. Времена меняется. Поэтому первое, что мы должны понимать с вами, теперь перемене будут постоянно, надо быть гибким, надо иметь гибкое сознание, гибкое сознание, чтобы воспринимать все, что происходит. Гибкое сознание надо иметь. И принимать реальность, какая она есть, со всеми его недостатками и со всеми его достоинствами. Это первое, что надо научиться делать. Потому что, если мы не научимся это делать, любой происходящее будет причинить нам боль. Любой происходящее. Понимаете? Надо научиться принимать, наверное, наступает время, когда ваш духовный интеллект, ваш духовный интеллект будет играть большую роль. Очень, очень большой роль. Вообще, когда у человека развит духовный интеллект, внутри человека какое-то спокойствие есть. И легко принимаешь судьбу. Легко, легко можешь принимать невзгоды, неудачи. Легко можешь принимать то, что происходит с тобой, даже если она тебе не по душе. И самое главное, что причиняет человеку боль? Ложные ожидания. Человеку причиняет боль ложные ожидания, ложная надежда. человек испытывает разочарование. Он хотел по-другому, вдруг получилось по-другому. Поэтому, вот это очень, очень важный момент. Ваш духовный интеллект на данный момент большое значение имеет. Развивайте его. показателям вашего духовного интеллекта их несколько. Самый первый, умение принимать жизнь со всеми его достоинствами, недостатками. Умение принимать людей, какие они есть, со всеми их недостатками, недостатками. Умение воспринимать точку зрения другого человека. потому что, вы знаете, я вижу людей, которые в одном доме живут, между собой постоянно ссорятся, постоянно ругаются. Один защищает, скажем, идеологию одной страны, другой идеологии другой страны. Кто-то такой, кто-то, понимаете, один идет в ту сторону в религии, другой в этой стороне в религии, и кто-то по-разному, в общем. Ваш духовный интеллект это показатель, что вы умеете жить в мире. Вы научились жить в мире. Это очень-очень важно. Вот. И вы везде, в любое ваше действие, ваше поступки, оно создающее, оно создает, создает, улучшает жизнь в мире. И для вас, и для других. Второе. Фокусируйтесь на развитии своего духовного интеллекта. Ваш духовный интеллект очень сильно поможет вам. Очень-очень сильно поможет. Не судите людей. Не судите. Знаете, если вы не можете, вот третья вещь, скажу так, третья вещь, вы должны жить осознанно. На что не можешь повелять, не обсуждай. На что не можешь повелять, не нервничай. Не трать время, энергия. И даже не слушай тех, кто тебе болтает на уши. На что не можешь повелять. Например, от вас, вы можете повелять на курс рубля, или курс доллара, или курс тенге, или курс сум, или сумму, или чего-то. Не можете повелять на это. Да не думайте об этом. То, что вы не можете изменить, то, что вы не можете повелять, не думай об этом. И не рассуждая это, не обсуждая это с другими. Второе. Вы можете повелять, на что происходящее политическое, то, что сейчас в дальний момент, проходит сейчас вокруг наших стран. Если вы не можете на это повелять, пожалуйста, прекратите об этом думать, паниковать, проживать, говорить и так далее. И не обсуждайте с людьми это. Займитесь своей жизнью. Потому что и вам есть чем заняться. Займитесь своей жизнью. Это те вещи, которые я рассказываю для вашего внутреннего состояния. Для вашей мудрости. Для вашего достоинства. Поэтому, когда я вижу, что иногда некоторые люди обсуждают, спорят, нервничают за те вещи, которые вообще не влияют. От них изменений. То есть, ты не можешь на это повелять. У тебя море проблем твоей семьи. У тебя море проблем касательно твоей работы. Думай об этом. Займись этим. Вот. Это те вещи, которые для вашего внутреннего состояния и психологического спокойствия, я говорю. А теперь буду говорить, что касается ваших финансов, ваших действий в другом сфере. первое, первое, пожалуйста, не берите большие обязательства. Даже если у вас дело хорошо идет, даже в дальний момент, если у вас дело хорошо идет, не берите большие обязательства, ничего хорошего нет. потому что вы не знаете, вы не знаете, что будет, вы не знаете, что вас ожидает, вы не знаете. Так что возьмите себе в руку, понимаете, и не берите большие обязательства. Это первое, что касается денег и так далее. Второе, быстро не расширяйтесь. Если видите, что в какой-то сфере у вас есть бизнес и так далее, идет быстрый рост и расширяйтесь. Идите мелькими шагами. Не делайте большие инвестиции, не делайте большие, особенно надеясь на то, что завтра будет. Например, обычно как делят люди? Дело идет хорошо, они надеются, что теперь вечно будут так, они берут еще большие обязательства, еще питаются что-то делаем. Понимаете, не делайте эти вещи. Это очень-очень важно. Вам нужно обязательно это понять. Не делайте эти вещи. Большие шаги не надо делать. Делайте лучше поменьшими шагами. Представьте, вы за рулем на машине. Если вы за рулем на машине едете, вы переключаете скорость, в зависимости от того, на какой дороге едете. Если хорошая дорога, понимаете, если хорошая дорога, вы начинаете нажимать на газ. Если у вас хорошая дорога, правильно? А если видите Галилиот, плохая дорога, вы аккуратно ездите. Похоже на это. Аналогично похоже на это, вы должны четко понять, что вы похожи, что вы как будто за рулем. Вот, похоже на это, надо двигаться. Умеренно. Вы должны понимать, где газ нажимать, где чуть-чуть тормоз нажимать. Вот. Вот. Поэтому очень-очень сейчас надо аккуратно ездить. Поэтому я рекомендую вам, большие инвестиции не делать. Аккуратно, маленькими шагами двигайтесь. Третья. Третья вещь. Обязательном порядке сохраните деньги. Обязательном порядке держите какой-то запас. Обязательном порядке. Вы это делаете в виде денег, в виде золота, в виде чего угодно. Я не знаю, но вы должны это иметь. У вас должно быть какой-то запас. Обязательно сохраните деньги. Потому что, когда вы сохраняете деньги, у вас шанса больше. У вас возможностей больше. И в случае чего у вас будет резервный фонд. Пожалуйста, помните, что сохранить деньги, она вам поможет больше, чем не сохранить. Поэтому, когда вы сохраняете, у вас возможностей больше будет. Поэтому вот сейчас вот эта нарастающая паника, которая вокруг происходит, вокруг нас то, что приходит, то, что сейчас происходит. Если у вас будет немножко запас денег, она позволяет вам легче адаптироваться. Легче адаптироваться, потому что вы не знаете, что будет через год. Никто не знает. Это правда. Вот я вижу, кто-то говорит, я не могу собирать деньги. Вам надо частично, по чуть-чуть сохранить деньги и научиться жить на свои средства. И не брать долги. Четвертое. Откажитесь от всех долгов. Если есть возможность, платите им. Если что-то продавайте, отдайте эти долги. Вы должны освободить себя внутри и сознание освободить. Чтобы легче жить. Потому что, если вдруг ситуация пойдет, еще что-то не то и так далее. И кто знает, вы думаете, что сегодняшняя ситуация у вас сложная ситуация? Вы думаете, что сегодняшняя ситуация у вас сложная ситуация? А где гарантия, что через год не будет еще хуже? Если у вас сегодня долги, там 10 тысяч долларов или 20 тысяч долларов, а где гарантия, что они не станут 50? Да никто не гарантирует вам. Никто не гарантирует. Понимаете? Поэтому, если вы сейчас помните, значит, научитесь жить по своим средствам. Именно по своим средствам. То есть, когда я говорю, что научитесь жить по своим средствам, я подразумеваю, что научитесь жить на свой доход. Вот сколько зарабатываете, столько живите. Но не живите в долгах. Не берите в долгах. Очень много людей живут в долгах. А зачем? Это же еще сложнее, потому что завтра еще труднее им отдавать. Люди, которые берут долги, например, потребительские, вот это кредиты, карточки, банковские карты и так далее. У них была одна проблема, что у них нехватка денег была. Но когда они берут еще долги, такого дорогие долги, у них появляются теперь два проблемы. Один, как погасить долг, другой, опять, как дальше жить. Поэтому это очень важно. Кто-то пишет, ипотека, 7 до 14 процентов, взять можно или нет. Если вы в данный момент арендуете жилье. Если вы на данном этапе арендуете жилье. Если вы сейчас арендуете жилье, и сумма, которую оплачиваете за жилье, она больше, чем сумма, которую будете погасить за ипотеку. Или ежемесячная сумма, которую платите за аренду жилье. Хотя бы ближе к тому сумму, которую вы можете погасить, ипотека, тогда берите. Мы это назовем оправданный риск. Оправданный риск. Или вторая формула, оправданный риск. Если вы берете ипотеку, ежемесячным погашением этой суммы ипотека, не должно быть более 35-40 процентов вашего постоянного дохода. Я повторяю, ежемесячное погашение, которое вы делаете, оно не должно быть более 35-40 процентов ежемесячного постоянного вашего дохода. Вот тогда, ради Бога, берите. Но если ежемесячное погашение больше, чем я рассказывал только что, не надо, брат, не стоит. Это тот вопрос, который кто-то сдавал по поводу ипотеки и так далее. Помните навсегда, долги закрывать долгами не надо. Долги надо закрывать только через доход. Ну что, что у вас большой долг? Теперь вы должны ходить к каждым этим людям и вести переговоры. Говорить, что послушайте, вы мне в свое время помогли, поддержали меня. И поддерживайте меня, пока теперь я закончу это. Разве вы вначале меня поддерживали, выручили, теперь дайте мне возможность до конца закончить. Ведите переговоры с ними. Долги закрывать новыми долгами нельзя. Вы должны долги закрывать только доходами. Понимаете? Это очень-очень важно. Знаете, ребята, никогда не загоняйте себе в новые долгах. Часто этими людьми вы уже испортили отношения, если не могли им вернуть. А зачем все остальными еще портят отношения? Зачем? Я знаю одну вещь. Ходите каждому, объясните. Я могу зарабатывать, вот столько отдавать. Я могу зарабатывать, вот столько отдавать. Зарабатывайте, отдавайте. Фокусируйте, зарабатывайте, от прибыли отдавать долги. Но от прибыли отдайте от 20% до 50% своего дохода, погашите долги. Все зависит от вашего бюджета, расхода семьи. Как я делал? Я в свое время отдавал 20% от своего дохода, погашение долгов. Оставшие 45% мы жили в семейных расходах и так далее, и так далее. И на остальную часть я что делал? Я делал бизнес. Потому что надо было построить доход, чтобы прибыли были побольше, чтобы я мог быстрее закрывать долги. Потому что я понимал, что зарплатами невозможно около 3 миллионов долларов отдавать. Если перед вами остается выбор учиться или зарабатывать деньги, учитесь сначала. Пожалуйста, учитесь. Потому что, когда у вас будет сильный ум, сильный ум принесет вам любую сумму, которая вам нужна. Помните, будущее, будущее остается только у кого создающее мышление, у кого креативное мышление, у кого творческое мышление, кто самостоятельный и кто лидер. Вот эти люди будут очень востребованы в будущее. Много другие профессии, просто к 2050 годах, к 2050, многие профессии заменяются. Обычно рутинная работа исчезнет. Просто появляется куча-куча автоматизаций в разных направлениях и роботах. И огромное количество людей остается просто, как, можно сказать, как субсидий для родных, близких, для государства и так далее. Остается актуально только люди, которые действительно умеют думать. Развивайте свои способности думать. Но перед вами, если остается выбор учиться или это, учись. Учись, чтобы постоянно совершенствовать себя. В то время, когда одна профессия на всю жизнь, это время закончилось. Это время с прошлым веком закончилось. Одна профессия на всю жизнь, она уже все. Вы должны на каждом этапе чему-то новое научиться. Мне придется сейчас учиться. Чем я сейчас занимаюсь с вами? Это какая-то новая профессия, как влогерство, блогерство, что ли. А я бизнес-наставник. Но мне придется этого делать, потому что это инструменты, которые позволяют донести до других мою услугу и так далее. Кто-то по-другому, еще кто-то. Вы должны на каждом этапе жизни новое учиться. И иначе останется невостребованием. Ни ваше знание, ни ваше умение, ни ваше труд. Все останется невостребованием, если не будут расти. Один из абсолютно новых подход. Личный бренд. А что такое личный бренд? Вообще слово бренд что такое? Это гарантия. Это гарантия качества. Например, когда вы пойдете в магазин, вы можете купить спортивку обычного. Например, обычная спортивка. Но, возможно, через пара стирка она уже все испортится. Я пойду в Босс, Лихуга Босс, покупаю. Зачем? Или там, не знаю, Армани или что-то. Зачем? Потому что, когда вы покупаете, вы знаете, что будет с этим качеством. То есть, получается, что это оправдывает ваши ожидания. Вы за это платите. Когда вы покупаете, например, какой-то брендовой одежды, вы точно знаете, что вы получите то, за что платили. Обычно часто бывает так. Вы платите, но вам дадут, то есть вы получите то, что они дают, а не то, за что вы платили. А когда идет слово «личный бренд», это означает, что вы стали таким человеком, который ваши слова или ваша надежность и ваш авторитет превращался в капитал. Кто-то мне сказал недавно, откуда я узнал, что у меня появится личный бренд или нет? Я сказал, если тебе миллион долларов доверяют, значит у тебя появится бренд. Если тебе не доверяют деньги, если тебе реально деньги не доверяют, значит ты не бренд. Потому что люди кому доверяют? Того, кто действительно надежный. Поэтому свой личный бренд раскрутите так, чтобы это принесло вам доход. Есть огромная тема по личным брендам. Пройдите разные тренинги, научитесь. Это тоже необходимо стало. Кто мог бы сказать, что несколько лет, например, в 50-х годах или в 80-х годах, никто бы об этом не заботился, что давай отличный бренд развод. А сейчас необходимо, видите, помните, что любое изменение, оно болезненно. Любое изменение, это дискомфортно, болезненно. Другие привыкли вас видеть по-другому. Они будут противоречить то, что вы хотите. Но это вас делят сильными. Это для вас очень сильными. Помните, бизнес не надо начинать долгами. Ни в коем случае не начинайте долгами. Если у вас маленькие деньги, небольшая сумма денег, сначала вложите их в свои мозги, идите консультируйтесь у тех людей, которые делят тот бизнес, который вы хотите. Плюс к этому, еще полгода или год поработайте там. Если вам говорят, что просто помощником работаю или стажером работаю или волонтером работаю, идите работайте. Зато приобретайте навык. Когда у вас появляется навык, знание и так далее, тогда вы легко найдете деньги. Деньги обязательно будут. Деньги легко найти. Деньги легко найти, когда готовый проект. Помните, деньги охотятся за хороший бизнес, а плохой бизнес охотится за деньгами. Вложите три вещи для своего будущего. Время, деньги, усилия. Время уделите для чтения книг, посещения семинаров, посещения тренингов, приобретения каких-то навыков. Сейчас в YouTube уроках море, в онлайн уроках море. В любой сфере есть. Идите, учитесь. Не останавливая, учитесь. Безустанно учитесь. Это очень-очень-очень важно сейчас. Выделите время для этого. Выделите деньги для этого. Обязательно вкладывайте труд, вкладывайте усилия. Это изменит вашу жизнь кардинально. А одновременно, день и ночь, молитесь. Молитесь, чтобы Аллах дал вам возможность проявлять себя. Аллах дал вам здоровье реализовать себя. Аллах дал вам шанс встречаться с нужными людьми. Я мусульманин, я так говорю. Если вы христиане, просите Богу. Молитесь. Объедините ваши физические действия с вашими духовными сельностями. Мои духовные сельности помогли мне в жизни очень много. Они помогут любому человеку, кто понимает, кто для себя такой выбор. Жизнь – это выбор. Сила знаний в практике. Сельности знаний в практике. Понимаете? Это очень важно. Повторяю. Сила знаний в практике. Сельность знаний тоже в практике. Сама по себе знаний не имеет. Сельность, если вы их не практикуете. Знаете, какой лозунг я сейчас живу? Этот лозунг мне очень сильно помогает. Мои достижения должны быть больше, чем мои знания. Этот лозунг очень мне сильно помогает. Недавно я встретился с одним человеком. Он сам из Афганистана. Он в Таджикистане сейчас живет. Остану в Стамбуле живет. Но в Таджикистане тоже у него дома и так далее. Это таджики, которые приехали из Афганистана. В свое время он был депутатом. По-моему, мэр города был. В каком-то очень крупном городе тоже. Очень умный человек. Когда мы общались, в конце нашей общения, я хотел у него арендовать магазин. У него есть там помещение и так далее. Что будет в магазине? И в конце, когда наше общение, он узнал, что я пишу книги, я являюсь ученым человеком. И задавал он такой необычный вопрос. И он мне говорит. Я, говорит, все услышал, все понял. Но никак у меня в голове, говорит, не складывается. Вы ученый человек? Как стали богатым? Вы пишете книги. Обычно большинство людей, которые доктора, академики, или пишут книги, они большинство небогатые. И бизнес далекий от бизнеса. Хотя, может быть, они экономисты или профессора. Как вы этого добились? Я ему сказал. Знаете, по какой правиле я жил многие годы? И это правило мне помогает в жизни. Я заставляю себя это делать. Мои достижения должны быть больше, чем мои знания. Я повторяю вам. Мои достижения должны быть больше, чем мои знания. Если вы по этому правилу практикуете хоть по чуть-чуть, по чуть-чуть, то, что вы читаете, то, что вы слышите, то, что вы узнаете, я могу уверенно сказать, уверенно могу сказать, что вы рано или поздно достигаете больших результатов. Я видел в жизни, я видел в жизни много людей, которые очень много знают, очень много читают, но почти 10% даже не делают. Они читают их только для того, чтобы кому-то рассказать. Или они читают это или учатся только для того, чтобы самоутверждением заниматься, что я учусь. Знание не поможет вам, если не практикуете их. Помните, что знания, которые человек не практикует, они отравляют сознание человека. Да. Они отравляют. Это потом превращается в болото, в сознание человека. Понимаете? Если не практикуешь, эти знания мешать начинает. Потом, лишние знания тоже не нужно. Берите, учитесь только то, только, именно только те знания, которые сейчас вам необходимы. Вам нужно сейчас удваивать доход. Учитесь это. Вам нужно завтра увеличить продажи. Учитесь это. Через некоторое время вам нужно научиться там, не знаю, использовать IT-технологии в вашей сфере. Учитесь это. Понимаете? По мере необходимости учитесь те навыки, которые вам нужны. Я не понимаю людей, которые все подряд учат и не делают. Зачем? Энергия тратит. Нервы тратит. Зачем? Вы должны учиться только те знания, которые позволяют вам улучшить качество вашей жизни. Вам тяжело вести переговоры? Идите на тренинг, как вести переговоры. Вы не знаете, как бухгалтерию правильно вести. Идите на курс бухгалтерии. Учитесь один из бухгалтерии. Вы хотите какой-то язык усваивать? Пожалуйста, по одному курсу язык усваивайте. Это очень важно. Но помните, личные знания не надо брать. Я вам еще кое-что скажу. Технологию используйте для блага, для развития вашей качества жизни. Вот, например, вот это интернет, телефон, ютуб. Их используйте для блага. Я не понимаю людей, которые технологию используют для того, чтобы просто потратить время. Или просто для развлечений, что ли. Ну ладно, один раз смеялись. Ну ладно, один раз там, не знаю, какой-то прикол посмотрели. Ну что? От этого тебе что, умнее стал, что ли? Или кредит закрылся, что ли? Или от этого у тебя что, дети стали умнее, что ли? Я просто удивляюсь иногда людей, которые могут эти дураки приколи смотреть сутками. Ставьте сначала цель жизни. Какую жизнь вы хотите жить? Найдите мою книгу «Как найти свою сильную сторону». Пройдите, найдите эту книгу «Как найти свою сильную сторону». Там я рассказываю, как писать стратегии жизни и так далее. И там очень много ценностей. Очень много ценностей. Берите их, изучайте их, усваивайте их. Там такие крутые вещи я рассказываю. Они вам очень сильно помогут. Очень сильно помогут. Дорогие мои, я надеюсь, что в сегодняшней встрече хотя бы одну мысль поможет вам. До новой встречи. Пройдите в наших сайтах, посмотрите, побывайте, почитайте наши книги. Да, Аллах, чтобы это все помогало. Найдите особенную книгу «Как стать миллионером территории СНГ». Ребята, пришло все то, что там в этой книге я написал, на 80-90% пришло время этого книги. Честно скажу вам, я не мог бы думать, что в такое время наступает. Но она очень-очень актуальна, это знание этой книги. До новой встречи.